МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государственный терроризм во многие страны. Этот террор прокатился от Афгана через Ирак, Ливию, Югославию, докатился до Сирии, породил миллионы беженцев. И сегодня эта неустроенность и нищета дают свои кровавые и жуткие результаты. Прежде всего хочу выразить соболезнования всем пострадавшим, друзьям, близким и родственникам. Но если не сделаем из этого еще раз далеко идущие выводы, то подобные проявления будут повторяться и впредь. Парализована столица Евросоюза, не работает метро, закрылся аэропорт. Это несчастье для всех, в том числе и тех, кто собирался куда-то поехать, вылететь или отправлялся по большим делам. На мой взгляд, те высказывания, которые делал Путин на юбилейной сессии о необходимости срочно создания мощной международной коалиции по борьбе с терроризмом, не были услышаны ни американцами, ни европейцами. Европейцы еще платят эту кровавую дань за то, что у них отсутствует своя нормальная, неизвешенная политика, за то, что они вынуждены подчиняться дяде Сэму и проводить ту политику, которая совершенно не соответствует их национально-государственным, как общеевропейским интересам, так и интересам отдельных народов. Время такой коалиции давно созрело и пришло. Наша страна острее всего пострадала от развала и разрушения Союза СССР, от войны в Чечне, от того беспредела, который творится сегодня на Ближнем Востоке, творится на Украине. И не случайно мы вынуждены были вмешаться в военную историю, связанную с Сирией, и принять соответствующие меры. Мы на дальних подступах пытались обезвредить террористов, тех, кто готов был вторнуться в Среднюю Азию, на Кавказ, породить снова сотни тысяч и миллионы беженцев. На мой взгляд, эта политика верная, но она должна быть подкреплена и внутренней сильной политикой, при которой люди бы чувствовали себя достойным. А когда в стране каждый второй вынужден сегодня жить на 15 тысяч рублей в месяц и менее, то тоже создает социальная почва массового недовольства и неудовлетворенности. Поэтому из такого рода страшных явлений обязаны делать выводы как в международном масштабе, так и внутри страны. Еще раз хочу выразить соболезнования и заявить, что наша партия всегда выступала против терроризма, войны, выступала за диалог и нормальный мир, всегда выступала против санкций. И мы показывали в свое время пример борьбы и с душманами, и с басмачством. После войны советская сторона сумела парализовать и поразить, в том числе и уголовный мир. Банда Митина, если вы видели фильм «Дело Пестрых», это последняя банда, организованная преступной группой, которая была ликвидирована в Москве в 1956 году. И до прихода к власти Ельциных и Горбачевых не было фактически ни организованных банк, ни серьезных терактов. Надо из своей собственной истории делать не только выводы и брать на следствие лучшие примеры борьбы с этими явлениями. Еще раз хотел бы попросить европейца обратиться к опыту генерала Деголя. Он не только боролся с бандитами и террористами, он тогда сумел проявить волю и выйти из военной организации НАТО. Он тогда сумел протянуть руку советской стороне и установить нормальные дружеские отношения. Он тогда принял решение о национализации целого ряда отраслей и все сделал для того, чтобы те, кто прибежал, социально были защищены. Он принял всего за год с десяток уникальных мер, которые поразили, прежде всего, противников спокойствия, и одновременно создали мир и нормальную жизнь для всех граждан этой прекрасной республики. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова